всем привет друзья это мой большой аквариум у меня еще есть такой небольшой гупятник который недавно запускал там уже плавают породистые гуппи это гуппи голубой неон кто не знает и сегодня мы будем в нем наводить порядок потому что пришло время каждую неделю я обслуживаю свои аквариумы что я буду делать в основном конечно это будет интересно новичкам но я думаю что кто-то из уже более опытных пользователей что-то полезное для себя пользователи аквариумов я имею ввиду владельцев да так наверно правильнее будет сказать ну может быть что-то полезное для себя здесь тоже найдет так мы видим здесь у меня лежат растения эти растения перекочевали из этого аквариума сюда при прополке я оставил несколько таких довольно таки бодреньких кустов криптокарины которые я буду сажать в этот аквариум чтобы немножко дополнить да тут видите есть скрипта но она такая совсем чахлая я решил немножечко зелени сюда добавить ну и про полочка конечно же здесь тоже небольшая будет нужна потому что растения некоторые как вы видите выскочили но начнем именно мы с посадки растений сейчас поищу местечко куда их посадить и вперед и так у криптокарины довольно большая корневая система видите какая борода тут наросла естественно такую бороду очень сложно будет поместить нам в грунт да всю целиком криптокарина дает такую большую ветвистую корневую систему и естественно от лишнего нам надо избавиться чтобы проще было посадить ее в грунт я делал этот уже миллиард раз и вам честно скажу никак это на растение не влияет крипта нарастит опять новую корневую систему и все будет хорошо естественно обрываем не под самую точку роста до корней ну где-то оставляем сантиметра три и вот так безжалостно обдираем главные корни все на месте и так друзья посадил крипту вот она у меня сидит эту крипту пока не трогаю аквариум молодой криптокарина не любит молодые аквариумы но совсем скоро я помогу им в росте у меня есть специальное удобрение под корень и их обзор уже скоро выйдет на youtube канале жизнь аквариума но пока вот сажаем то есть мы сейчас обслуживаем аквариум просто сажаем растения еще одну криптокарину я посадил вот сюда вон там она между корней виднеется почему я сейчас так активно засажу криптокаринами потому что растение довольно таки неприхотливое ему не нужен очень яркий свет этой криптокарине она спокойно справляется с жесткой водой касаемо даже карбонатной жесткости посмотрите какие красивые гупяхи это просто красота да вот поэтому я считаю что сагитария конечно здесь выглядит неплохо очень даже пока бодро листья не растворяет но все-таки для сагитарии даже жестковато и я думаю что в ближайшем будущем она из этого аквариума уйдет но это уже из опыта я знаю как растут разные растения пока она себя чувствует нормально если приживется то окей но есть у меня подозрение что все-таки со временем она отсюда уйдет я сейчас стараюсь все-таки криптокаринами по максимуму засадить ну так же вот длинности белочка есть вот я ее выдрал зачем-то ну ладно сейчас все равно здесь будут небольшие перестановки пересадки снимать очень удобно с руки и сразу делать поэтому сразу буду вам показывать как я чего куда пересадил так друзья буквально за пять минут я воткнул длинности белку забыл я как называется это растение оно в принципе неплохое очень даже такое знаете декоративное создают такой хороший задний фон я бы в идеале туда под задний фон посадил бы вывались нерею или вот как в данном случае людвиги этом какая-то растет то ли людвиги зеленая что-то в этом плане надеюсь она там разрастется это растение не знаю как насчет приживется или нет будем смотреть аквариум молодой аквариум меньше месяца с момента запуска до с момента заселения рыбы где-то недельки две вот так что очень молодой аквариум пока рано еще делать какие-то выводы но будем подбирать вот таким вот образом методом научного тыка так сказать те растения которые здесь в конце концов и останутся да так крипта посажена длинности белка чуть-чуть пересажена подсажена что делаем дальше дальше нам надо как вы видите испарилась вода да кстати почему я именно убираю на вот вернее делаю прополку перед подменной воды дело в том что вода испарилась как вы видите да за неделю довольно таки нормально связано это с тем что фильтр дает большое поверхностное течение идет более интенсивное испарение воды из аквариума страшного в этом ничего нет такое поверхностное течение дает еще и хорошую аэрацию воды как видите аэратора здесь нету но так как мы знаем что газообмен проходит происходит происходит через поверхность воды соответственно вот такое течение вот это вот волнение воды она создает хороший газообмен и рыба дышит все хорошо не рыба не всплывает к верху чувствует себя прекрасно поэтому если хотите делать так то ставьте внутренний фильтр повыше чтобы он создавал такую небольшую ряд на поверхности и тогда не нужен вам никакой компрессор это такой бесплатный лайфхак ну и соответственно испарилась немножко воды возвращаясь да почему именно сажаю на этом этапе растения вообще делаю прополку и когда мы лазим рукой в аквариум неизмежно в маленьких аквариумах уровень воды поднимается и вот чтобы не расплескать всю эту воду пока уровень низкий мы ковыряемся руками в воде это не только может быть прополка это может быть и обслуживание фильтра и там может быть сифонка грунта следующий этап как видите вода испарилась и остались вот эти вот отложения известковые отложения никуда от них к сожалению не деться тем более здесь используется чистый водопровод об этом чуть позже как я их убираю очень легко и без использования всяких скребков там так далее и плясок с бубном показываю ну друзья я думаю многие уже знают этот лайфхак но может быть новички еще не в курсе нам поможет обычная долька лимона которая наверняка у вас есть в холодильнике да и обычный ватный диск значит что мы делаем берем опять-таки я это делал уже много-много раз и это проверенный способ берем ватный диск и немножко отжимаем на него сок лимона так чтобы диск немножко пропитался не надо сильно там прям чтобы он лился с диской такому не надо пусть он будет немножко влажным такой ацук лимона вот я вам стараюсь сейчас показать чтобы вам было видно вот так его пропитываем слегка оставшиеся лимон положили назад возможно он еще пригодится и теперь смотрите какая магия будет происходить обычным ватным диском смазываем сначала надо немножко смазать чтобы вот эти известковый этот налет он пропитался соком лимона пока он пропитывается проходим по всем стенкам по боковым сразу это бывает не уходит если у вас известковый налет не очень жесткий как у меня то есть вернее наоборот у меня он очень жесткий а у вас может быть он вода помягче он может сходить прямо сразу вот провели разочек и от известкового налета не остается и следа да по поводу при причинить ли это какой-то вред аквариумной воде так как мы используем буквально несколько капелек лимона лимон это органика ничего в этом страшного нет это просто кислота да мы немножечко может быть макнем губкой вернее диском ватным воду немножко подкислим ее но настолько что не настолько чтобы там кто-то от этого пострадал параметры вашего воды никуда не денутся это будут ну какие-то там на 30 литров 2 капли лимона я думаю никто даже и не почувствует в аквариуме что вы что тут даже если этот диск ватный весь промокнул в воде в аквариумной никакого вреда для обитателей для растений я не создам и вот второй раз я также капнул несколько капелек и также прохожусь по известковому налету на стекле и со второго раза уже видите более стало все это эффективнее не надо шкарябать стекла скребком тем самым царапая их да скребком тоже можно убирать налет но как видите обычный лимон с этим тоже очень даже хорошо справляется и от налета не осталось и следа так что кто не знал пользуйтесь особенно вот таких аквариумов как у меня здесь закругленное такое стекло как видите здесь нет грани у переднего стекла но загнутая как бы да мне кстати очень нравится такой тип аквариумов тип кубиков вот и все собственно теперь нам осталось посмотреть что у нас по оборудованию и подменить воду итак друзья следующий этап уборки в аквариуме в любом абсолютно аквариуме не только в этом кубике этой в этом аквариуме ну в принципе здесь единственная разница что здесь у нас союл грунт союл грунт нам не надо сифонить он его как раз один раз положили так он и лежит здесь же у нас грунт кварцевый его в принципе если не засажен аквариум как у меня то вот те незасаженные места лучше иногда подсифонивать по верхней части грунта то есть не заглубляясь не высасывая все из нижней части а вот именно верхнюю часть собрать грязь потому что все-таки грунт у нас содержит помимо полезных бактерий тут вся биология содержит еще очень много питательных веществ которые в нем накапливаются со временем грунт заиливается это нормально и как бы отсюда идет созревание аквариума да из самого грунта фильтр же нам дает только перемешивание воды в аквариуме особенно такие внутренние фильтры никакой биологии они нам не дают это чисто механика ну какая никакая механика то есть очистка механическая и они эти фильтры дают циркуляцию воды в аквариуме убирают застойные зоны чтобы у нас вода везде всегда перемешивалась и грунту и растениям постоянно подмешивалась свежая водичка тем самым обеспечивая питание и бактериям в грунте и самим аквариумным растениям я вам сегодня целую лекцию прочитаю хотя в принципе просто хотел показать как в аквариум выбираю ну что ж так получилось так что мы делаем дальше смотрим на наш фильтр значит фильтр здесь так как аквариум молодой здесь еще органики у меня довольно таки мало вот там упавших листиков растений разложившихся или там где-то рыбки с грунта что-то подняли то есть вся та механика которую ему надо отфильтровать ее еще довольно таки немного и фильтр работает довольно таки хорошо то есть мы видим что поток фильтр дает хороший если бы вот этот поток был бы снижен хотя бы в два раза я бы его достал достал бы там губку промыл бы ее водой можно из-под крада ничего страшного и поставил бы все назад но я вижу что течение фильтра дает нормальное поэтому фильтр мы сегодня не лезем грунт как я сказал сифонить я не буду потому что он весь засажен растениями вся ему наоборот сейчас надо заеливаться пусть все какашки рыбкины все вот эти отмершие растения все пока пусть накапливаются в грунте пусть он созревает поэтому сифонить наверное его буду не буду вообще здесь никогда потому что ну он очень засажен все это будет перерабатываться растениями и бактериями так что мы делаем дальше дальше нам надо подменить воду как вы видите часть воды уже испарилась я думаю это где-то литра 2 ну да около двух литров и где-то половина пятилитровки нам надо будет отсюда слить для подмены для этого фильтра мы немножечко опустим вниз потому что сейчас уровень воды у нас упадет чтобы работа помпы была стабильной чтоб он не подсосал воздуха так фильтр опустили и все сливаем воду друзья пришлось перейти на телефон камера разрядилась увы так что мне нужно для того чтобы подменить воду у меня есть специальная баклажка видите обозначение кран так как я еще в некоторых аквариумах использую космос и я использую разные тары для водопровода и для осмоса потому что как вы видите здесь тот самый пресловутый известковый налет появляется который дает нам карбонатную жесткость от которой мы избавляемся именно делая воду осмосной также я буду использовать градусник потому что лить мы будем чистый водопровод нам надо знать температуру во первых чтоб не страссанули животные растения во вторых надо всегда лить одну и ту же если вы пользуетесь водопроводом как я лейте воду одной и той же температуры потому что горячая и холодная вода имеет разную кислотность разную карбонатную жесткость если вы будете то холодную то теплую воду заливать у вас будут неизбежно скакать параметры я стараюсь выставлять температуру от 26 до 27 и 6 вот как сейчас показывает в этих пределах ну даже где-то 26 и 5 до 27 и 6 в пределах одного градуса скачки они собственно незначительно незначительно поменяют параметры но если вы ледяную воду допустим сначала там раз подменили ледяной водой ну естественно довели ее до комнатной температуры но набирали ледяную а потом набирали смешивая с теплой с горячей водой да теплую воду то параметры будут значительно встречаться это вот такой тоже полезный совет и так друзья вот я давил воду до 27 градусов что вполне соответственно тому что мне необходимо набираем нашу птилитровочку и идем заливать в аквариум для заливки воды буду использовать более маленькую емкость здесь к сожалению никак не поставишь воду выше уровня аквариума чтобы использовать систему сообщающихся сосудов я так делаю на других своих аквариумах здесь к сожалению только метод такой наливаем небольшую емкость а из нее уже аккуратно подливаем в аквариум но тем более как бы здесь и объем 3 большой чтобы так это сильно напрягало был бы здесь объем 200 литров или 120 поговорю который стоит рядом конечно это было бы довольно напряжно а так в принципе абсолютно не напряжно да и льем на ручку чтобы не размывать грунт чтобы не тревожить рыбу и растения если воды не хватит подмениваемый абсолютно ничего страшного подменивать можно до 50 процентов воды аквариум аквариум в неделю если вы делаете более частые подмены что тоже допускается два раза в неделю три раза в неделю можно даже делать каждый день то соответственно объем подмениваемые воды должен быть меньше допустим из два раза в неделю то 30 процентов будет вполне достаточно если каждые там два дня то 20 25 процентов можно подменивать такие частые подмены кстати это вполне нормальное явление растения и рыбы себя очень хорошо чувствуют при поступлении свежей воды в аквариум единственное что еще раз повторю дозы дозы должны быть небольшими если раз в неделю то 40 30 40 процентов в зависимости от того какой у вас аквариум вот видите я немножко не рассчитал ничего сейчас еще доберу водички и долью лучше я люблю когда выковаривали не прямо через край но миллиметра два до грани остальное все залито водой кори мне все открытые без крышек да и смотрятся они так мне кажется получше гуппи сразу почувствовали подмениваемую воду им стало легче они сейчас будут бодрее веселее растения тоже воспрянут чуть-чуть поэтому уход за аквариумом это очень очень необходимая вещь накапливается много всякой как и в воде виде скажем так продуктов и жизнедеятельности рыб растений и бактерий в том числе бактерии которые у нас живут в грунте которые живут у нас на поверхностях декораций на стеклах бактерии везде живут на растениях да и они тоже в процессе своей жизнедеятельности выделяют в воду всякие вещества вот чтобы их выводить обязательно надо делать регулярные подмены воды тогда спешим аквариумом будет все окей так подмену мы сделали давайте полюбуемся просто на рыбок теперь принципе все вот сколько у меня потребовалось времени очень скажу на 30 литров кубик минут в общей сложности 20 это с учетом того что я ставил камеру снимал штатив камера села взял телефон очень со всеми этими потерями времени минут 20 максимум 25 я потратил на уборку ну ладно если пищу фильтр бы обслужил но еще плюс пять минут тут ничего сложного вытащил за розетки достал из воды вытащил губку можно прям в подмениваемой воде черпанул из аквариума быстренько это отжал ставил назад фильтр на место включил все это буквально пять минут ну ладно 7 так друзья не забудьте подписаться поставить лайк и напишите в комментариях чего вы еще делаете когда обслуживаете свои аквариумы может быть я что-то упустил и в следующем ролике обязательно об этом расскажу в общем любые вопросы задавайте всем пока